Миша, Миша, Миша! Этому юному спортсмену Михаила только 5,5 месяцев. Но он уже показывает высокие спортивные результаты. Папа сыном гордится. Мы решили начать спортивную карьеру как только исполнилось 5,5 месяцев. Сам занимаюсь спортом, постоянно поддерживаю физическую культуру. Ну и наша мама только за такие мероприятия. К слову, конкуренция сегодня на соревнованиях малышей большая. 150 участников от 5 месяцев до 2 лет. И если для родителей эти старты веселая забава, то для самих грудничков серьезное испытание. Хотя с каждым спортсменом рядом мама, папа, бабушка, братья и сестры. Мы первый раз вообще на таком масштабном мероприятии. Мы очень рады. Спасибо организаторам, что им все так получилось отлично, замечательно. Мы узнали, и мы вместе с друзьями втроем сюда приехали. Вот на соседней дорожке тоже участвовал наш дружок. Организаторы говорят, состязания проводят, чтобы с малых лет приучить детей к здоровому образу жизни. Оценивается результат. Возможность ребенка коммуникативно к себе быстрее зазвать, для того, чтобы ребенок показал этот результат. Также у нас будет много номинаций, которые включают в себя самые быстрые, самые выносливые, самые непредсказуемые, самые талантливые, самые интересные, самые загадочные. Тем, кто еще не научился ходить, нужно проползти 10 метров на скорость. А для малышей старше года дистанцию увеличили вдвое. На старт! Внимание! Марш! Родителям помогать спортсменам и подталкивать их или поддерживать нельзя. Поэтому для убеждения детей в ход шли не только традиционные книжки и игрушки, но и пульты от телевизоров, телефоны и даже ноутбуки. Правда, уговаривать нужно было не всех. Он бегает сам, самостоятельно, и просто, что бежит всегда к маме. Поэтому так и готовились. Заманивали парня? Ничем. Пытались сначала, пытались шариком, но вроде как дайте-дайте стоит. Требовательно. Так просто пошел. Нам очень понравилось. Прямо вообще шедеврально. Правда, сначала было столько народу, мы испугались, хотели уже уйти. А сейчас прям вообще... А вот Алексей – спортсмен со стажем. Летом он с родителями уже участвовал в ползунковых бегах и победил. Мы первый раз заняли первое место. И решили продолжить традицию. Записались сюда, попали. Будем ждать результатов. Тренируйте, может быть, как-то парни послушать? Да. Видите ли, дома по полосу, от папы до бабы. И все. Ползунковые бега, забава в Красноярске уже полюбившаяся. А значит, впереди еще не один такой веселый шумный конкурс. Наталья Доржиева, Дина Володина, Алексей Овсяников. Новости. Дима, 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 давай, 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 давай. Вот молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...